Друзья, всем привет! Сейчас я на нашем новом объекте нахожусь. Сейчас вы видели процесс распиловки фанеры, распиловки ОСП толщиной 12 мм. Это будет у нас сплошное основание для гибкой черепицы. У нас уже здесь вот заготовлены вот такие вот две стопочки, собирается третья. Всю вот эту ОСП необходимо распилить на вот такие вот маленькие части. То есть один лист ОСП у нас 2,5 метра длиной, метр 25 шириной. И пили мы его на пять частей для того, чтобы каждый вот этот элемент был небольшого размера, чтобы уменьшить линейное расширение вот этой ОСП, вот этой фанеры. Вот такая у нас здесь реконструкция кровли. Я сегодня приехал посмотреть, как у нас происходит строительный процесс, как у нас происходит процесс реконструкции крыши. Итак, друзья, я закрабкался на леса. Посмотрите, какая у нас красивая кровля получается. Давайте камеру перевернем. Здесь вот у нас яндова, то есть две плоскости. Основная крыша, которая врезается в кукушку. Значит, то, что вы сейчас видите, у нас состоит из диффузионной мембраны Дельта Макс. Брусок 50 на 50, который создает вентилируемый зазор. То есть по этому пространству у нас входит воздух. Дальше у нас идет шаговая обрешетка доска 150 на 25. Вот. И такая вот нитка, с помощью которой мы выравниваем обрешетку. Здесь вот, если посмотреть, у нас есть капельник конденсата. Вот. И к этому капельнику конденсата мы обязательно приклеиваем нашу пленку. Вот эта пленка называется Дельта Макс Плюс. У нее есть клеевой слой. Плюс обозначает то, что она приклеивается. И вот она, видите, между собой склеена в этом месте. Любую диффузионную мембрану, которую мы монтируем на кровлю, если у нас с крыши идет утепление по стропилам, обязательно проклеивается между собой для того, чтобы создать воздухоизоляционный слой. Важно, чтобы, когда воздух ходит по вензазору, чтобы он не попал у нас в утеплитель. Потому что утеплитель держит тепло за счет неподвижности воздуха. Если там воздух будет подвижный, то конструкция будет менее энергоэффективной. Также обратите внимание, что в Яндове дополнительно нам все равно приходится проклеивать ленты. Это у нас лента Дельта Мультибанд. И Яндову мы делаем вот таким вот корыцем как бы. У нас вот эта часть монтируется отдельно, отдельным полотном. И дальше мы уже горизонтально растягиваем пленку сюда. Вот в этом месте у нас происходит склейка. Важно, чтобы здесь была цельная часть, потому что если вдруг произойдет какая-то протечка, то вот эта Яндова, вот эта пленка в Яндове, она будет страховать. Вот здесь вот посмотрите, насколько неровная кукушка. Приходится подкладывать вот такие бруски. Дальше уже по этой вот нитке мы будем выравнивать шаговую обрешетку. Вот так вот это смотрится. Из кровли нам пока только привезли вот такие вот подкладочные ковры. 30 квадратных метров в одном ковре, и они полностью самоклеющиеся. Вот используем в основном в последнее время только самоклеющиеся ковры, чтобы 100% на кровле не было никаких волн. Иногда бывает на гибкой черепице волны, но из-за того, что мы режем ОСП на 5 частей, раньше на 3, теперь на 5 по последним инструкциям, вот используем полностью самоклеющийся ковер, у нас с волнами точно проблем никаких не будет. Еще у нас есть Яндовный ковер. Яндовный ковер укладывается в Яндову, раскатывается. Так же, как и гидроизоляция в Яндову, его с обратной стороны у него, видите, такая вот крошка, как на гибкой черепицы. Вот кусок остался пленки Дельта Макс. Видите, с обратной стороны у нее такая вот ворсистость, и вот эта вот липкая лента, она приклеивается между собой, для того, чтобы не нужно было использовать ленту для стыковки, для приклейки стыков. То есть, она немножко дороже стоит, но если, грубо говоря, посчитать ленту дополнительно, то есть, имеется в виду, что пленка с клеевым основой стоит немножко дороже, чем без вот этого клея. Вот, но за счет того, что скотч тоже нужно купить отдельно, то есть, там получается то же самое. Поэтому мы сейчас вот приняли решение использовать вот такую пленку. Плюс она красная, красный цвет мне немного больше нравится, чем черный. Будем переходить, короче, на Дельта Макс Плюс. Еще один кадр снизу. Значит, использование вот такой вот пленки Дельта Макс, когда она полностью уже закрыта, когда полностью закрыта кровля вот этой мембранной диффузионной, уже можно брезентом кровлю не закрывать, потому что эта пленка в комплекте вот с этим уплотнителем, она полностью водонепроницаемая, то есть, ни один дождик не промочит вашу крышу. Плюс у нее очень высокая стойкость к ультрафиолету, можно эту кровлю как временную, вернее, можно вот эту крышу под пленкой оставлять как временную в течение трех месяцев, не бояться то, что у вас потом вот эта пленка будет разрушаться от ультрафиолета. У нее высокая стойкость к ультрафиолету, не буду врать, по-моему, четыре месяца. Ну, минимум четыре месяца. Либо четыре месяца, либо полгода. Вот такая вот у нас крыша. Все, друзья, мой небольшой обзорчик по реконструкции кровли. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. А так, самое главное, берегите себя, берегите здоровье. Всем пока!